МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Россия выступает за возвращение Беларуси статуса спецприглашенного в парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сегодня в Минске заявили российские парламентарии. Они принимают участие в работе очередной сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России. Ожидается, что к диалогу присоединятся представители министерств и ведомств двух стран. Уже с самого утра депутаты приступили к работе в комиссиях. Мы последовательно выступаем за возвращение Беларуси статуса специально приглашенного в парламентской ассамблее Совета Европы. Сегодня уже большинство политических групп в ассамблее и большая часть, в том числе западноевропейских национальных делегаций, выступает за то, чтобы этот статус вернуть. Это же не прием Беларуси в члены Совета Европы. Это возможность работать вместе с беларускими коллегами на площадке парламентской ассамблеи, обмениваться мнениями в самом ближайшем будущем. Надеюсь, в течение года нам вместе удастся добиться возвращения для Беларуси статуса специально приглашенного в парламентской ассамблее Совета Европы. В повестке дня сессии отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета за 2011 год, а также реализация совместных программ. Будет рассмотрен и план мероприятий, приуроченных к 70-летию победы Великой Отечественной и освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Еще одна тема, которую намерены обсудить парламентарии, как использовать опыт Союзного государства в евразийской интеграции. Союзное государство, пусть оно сегодня развивается не такими быстрыми темпами, как нам хотелось бы, но никто не смог создать такой опыт и никто не смог наработать таких инструментариев, каких наработало Союзное государство, выйдя на бюджет, на программы по конкретным делам. Участие в сессии парламентского собрания Союза Голоруссии и России принимает и председатель Российской Госдумы. Ожидается, что сегодня с Сергеем Нарышкиным встретится президент Александр Лукашенко. Подготовку основных объектов Минска к Чемпионату мира по хоккею 2014 планируют завершить до конца года. Речь идет сразу о нескольких крупных проектах, комплексах Чижовка-арена и Акваминск, а также здании Музея Великой Отечественной войны. Для размещения болельщиков, туристов и гостей в дни мирового первенства в столице должно быть создано 20 тысяч мест. Обновится и внешний облик белорусской столицы, изменится художественное оформление города, на центральных улицах зажжется новая иллюминация. Птицы утренней зари в Минском зоопарке поселились розовая фламинго. Несмотря на другой климат, пернатые чувствуют себя вполне комфортно, ведут себя дружелюбно и совсем не боятся посетителей. У фламинго очень длинная шея и ноги, за что их по праву можно назвать самой длинноногой птицей в мире. У меня на этом все. Больше информации на нашем сайте ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-6600 или 1-600-700. До встречи в 13.30.